Самарского художника Андрея Данилова на творчество вдохновляет природа. Причем погода для него не имеет значения. Художник и вдохновленный человек во всем сможет разглядеть прекрасное. На цветы мне нравится смотреть. В окно вот нравится смотреть. Как вода течет, как огонь горит. Ну, то есть такие вот на небо. Вот жили этим летом у бабушки там городок маленький. И мы жили в частном доме, и выходишь, и вот оно небо. И это... Света нет вокруг такого... Иллюминации такой, городской звезды. Особенно в августе. Красиво. Работа называется «Лето». Мы жили у бабушки этим летом в Белгородской области. Маленький такой городок. Валуйки называется. Это невелико от Украины. Вот и... Вот все лето провели там... В саду, в огороде. Ну, тут вот я изобразил нашу семью. Я, жена и у нас двое детей. Девочка и внечка. А вообще часто ваша семья присутствует в ваших картинах? Ну, последние, да, несколько лет вот... Ну, я в основном, в основном, да, изображаю свою семью. И эта тема, тема семьи мне интересна. Ну, еще, конечно, природа. Пейзажи, там, этюды пишу с натурой. А если вот говорить о сочиненных вещах, ну, о картинах, то вот одна из главных тем – это семья. Жена Андрея, Алёна, тоже художник. И в своем творчестве она также поддерживает тему семьи. Вот, например, ее работа. Тут уже тема. Тема семьи – это вот. Вот у нас еще один был ребенок, когда еще второй не родился. Семейный портрет. У нас сначала была выставка, я называл, и жених, и невеста. Вот, это в галерее Мария такая. Вот, а потом была выставка «Мы вместе». Это уже другой статус. Уже не жених и невеста, а муж и жена. Скажите, вот, а когда муж и жена художники, вот какие плюсы есть в этом, а какие минусы все-таки? Да минусов нету, наверное. Вот. Единственный минус – это, например, меня мучает совесть, что я больше этим занимаюсь, а ей приходится заниматься с детьми. Сейчас, например, я тут вот, для телевизии, да, вот, как художник тут стоит, вот она – это, там, с Эвасией. У меня есть… Начал я это вот. Это рисунок пока, портрет отца. Мне хочется просто отца нарисовать, ну, как, как можно лучше, потому что я люблю от своего отца. Вот и… Кто тут маму нарисовал, ну, это давно, это старый, это 93-й год. А это вот дочка, ну, это вот Алена, жена моя, портрет, я написал. У меня нету предпочтений, там, этот человек, там, красивый, а этот нет. А внутренний мир вы пытаетесь понять, или вы только внешне как-то пытаетесь… А это как-то происходит в процессе, то есть, ну, то есть, это вот… Нельзя сказать, что я вот хочу, там, да, как-то изобразить его внутренний мир. Это как бы наоборот. То есть, значит, ты изображаешь все равно, чем художник-то может… У него есть вот там краски, карандаш, да, и вот плоскость. Плоскость, все. То есть, вот, даже в литературе возможности шире, вот, того, что касается, ну, как бы, камеры, то там, по крайней мере… Ну, у всех свои, короче, возможности, вот, просто тут цвет, цветом можно запросто изобразить внутренний мир. Как истинногородской житель, художник Данилов всем сердцем стремится на природу. Между тем, свой родной город Самару любит и воспринимает в оранжевых, теплых тонах. А для меня город – это не просто вот… То есть, это еще и Волга, и то, что там, вот эта Самарская Лука за Волгой. Просто там много времени тоже проводил и провожу путешествия какие-то, ну, такие небольшие, ну, я имею в виду, на велосипеде, пешком. Есть такая работа, называется, я еще не знаю, как она, ну, там, концерт, пусть так назовем. Как это… Был на концерте я, вот, джазовой музыки. Ну, потом мне их просто показалось, что им хорошо будем сыграть где-нибудь на берегу реки. Ну, это к теме природы, да, вот, называется, не знаю, как, отсвечиваю, соловьиная ночь. Это, собственно, та же река, вот, где музыканты. В мае соловьи поют, аж прям. Я пытался изобразить, как, как вот это вот… Как вот изобразить на, там, на чем-то там красками, вот это ощущение, когда находишься там ночью, да, на берегу реки, вот, соловьи поют. Как это сделать? Не знаю, ну, попытался. У меня было время, я прям регулярно делал выставки персональные. У меня где-то примерно, там, 12 персональных выставок, ну, так, приблизительно, вот. Ну, в основном, в Самаре, в Питере тоже выставлялся, в Москве, в Тольятти, ну, а Кубышевский, где еще? Ну, все, наверное. Говорят, там, нравится, говорят, не нравится. Так, ну, это же не анализ. Ну, кто-то говорит, там, сакральные работы. Ну, ну, я-то просто вспоминаю, что говорили, что писали там, Бозову. Вот, вот, в Москве, кстати, была выставка в галерее наивного искусства. То есть, это, то есть, отнесли меня к художникам наивного, такого направления, наив. Ну, их это там все серьезно, вот, по этому поводу. В жизни художника Андрея Данилова был еще один уникальный и непростой опыт. Он участвовал в росписи монастыря. Работал я в иконописной мастерской какое-то время, где писал иконы. Ну, это вам близко, такая работа? Ну, это... Это вообще трудно. Это... Что-то все время какое-то ощущение, когда... Что... Я не знаю, кто... Бесы, что ли, мучают. В общем, как-то трудно, прямо аж бывает. Да, непростая работа. Ну, зато радость такая бывает тоже, знаете, какая-то благодать, когда получается. Сейчас, вот, все больше и больше нравится... Такое... Классическое, такое и даже вот там древнее искусство. Ну, такое... Ну, я не знаю, что касается, например, русского искусства, это вот... Там даже еще совсем древнее... Ну, росписи там, допустим, и... Ну, в русском искусстве про древнее русское искусство только иконы и есть. Ну, я не знаю, существует ли какое-либо другое еще, вот... Ну, еще до Рублева там даже, скажем. Вот есть просто такой рубеж, да, Андрей Рублев. Вот. До него еще... Такое, что-нибудь Византия, Греция... Вот. Вот. И... И... Так же из Европейского тоже, там, еще до вот этих... То, что там было вот возрождение, там, Леонардо да Винчи, Геранжево, Рафаэль. Вот, вот, еще до них, которое... Оно не настолько популяризировано, вот так. Просто если человеку показывать работу, ну, какой, что-либо, вот... И говорить это хорошо каждый день. Вот. Ну, в конце концов, поверит. Вот. Вот. Это такое... К рекламе работает. Я вообще по образованию дизайнер. Вот. Вот. То есть, наше Самарское училище учился, и там было два факультета. Вот. Живописные и дизайнерские. Вот. Я на дизайнерском учился, и одно время работал в газете, как дизайнер. Вот. Работал в рекламном агентстве. Вот. Технологии, ну, сейчас они, может, изменились, но, в принципе, суть-то осталась. Это... Что мне нравится? Мне иногда нравится рекламный щит. Знаете, бывает, как красиво сделано. Какой-нибудь перетяг. Вообще. Настолько... И как бы так, это емко, так просто, все. Если это... Без этого... Ну, без такой... Без такой какой-то вот... Напряга такого. А просто так вот. Бывает очень красиво сделано. Художники, они для чего? Даны людям? Вот как профессия? Такое дело? Воспевать... Красоту этого мира... Песню петь. В общем, так скажу, красиво скажу. Размышляет наш герой и на тему, должен ли быть художник бедным. И бедным-то не надо быть. Зачем? И... Надо, чтобы были материалы. Чего уж там... Чем рисовать, на чем? Чего? Да. Если есть семья... То надо, чтобы она была сытая и одета. Это... Я как-то вот... У меня были такие моменты... Там, допустим, сразу появлялось много денег. Ну, так было. Вот. Вот. Я не скажу, что это... Очень сильно помогало творчеству. Честно скажу. Вот. Ну, и когда, например, там нету денег, да? Вот. Тоже не скажу, что это тоже помогает творчеству. Потому что думаешь о том, где их взять. В общем, надо, чтобы нормально все было. Счастье в вашем понимании. Что это такое? ... Счастье. Ну, это так... я не знаю как вот счастье бывает такой вкус такой уже течение дня там да и или тоже не знаю просто такой бывает аж прям это будешь вот это какой-то вкус такой жизни на ощущение что счастлив вот ну так как-то вкусно жить я как еще сказать а